На рынке появилась Mazda 3 MPS нового поколения Это один из самых мощных переднеприводных автомобилей в мире Под капотом двигатель объемом 2,3 литра Он выдает 260 лошадиных сил А разгон до сотни займет немногим более 6 секунд Спортивная трешка сильно отличается от обычной версии Спереди у нее другой бампер, другой воздухозаборник и огромная ноздря на капоте Признак турбированного мотора Большой спойлер добавит устойчивости при быстрой езде Из-под бампера выглядывают два патрубка выхлопной системы При взгляде сбоку МПС отличает пластиковые накладки на пороге и большие 18-дюймовые колеса В остальном же этот спорткар выглядит вполне обыденно Без напускной агрессии, демонстрирующей амбиции машины В базовую комплектацию входят бексиноновые фары, светодиодные задние фонари, электростеклоподъемники спереди, парктроник и тонировка задних стекол МПС обладает современным набором систем безопасности Это АБС с распределением тормозных усилий, система динамической стабилизации и комплект подушек и шторок безопасности За доплату можно установить навигацию и аудиосистему BOLS, которая звучит намного лучше штатной Интерьер тот же, что и у обычной трешки второго поколения Небольшой изыск – красная прострочка кожаной отделки Центральная консоль немного развернута к водителю Приборы с красно-синей подсветкой утоплены в колодце Аудиосистемой, круиз-контролем и борт-компьютером можно управлять кнопками на руле Рукоятка шестиступенчатой трансмиссии немного наклонена к водителю, а по четкости переключения может служить идеалом Сидения обладают хорошей боковой поддержкой В них сидишь плотно, но в то же время они не жмут То есть вам будет удобно и на большой скорости, и при спокойной езде На заднем диване будет комфортно лишь двоим Багажник обладает типичным размером для этого класса автомобилей Запасного колеса в МПС нет Педаль сцепления достаточно тугая Чтобы тронуться плавно, нужно приложить усилия На второй передаче маза разгоняется до 100 с лишним километров в час На третьей – 145, а ведь есть еще четвертая, пятая, шестая передачи Но чем не самолет? К сцеплению быстро привыкаешь Машина не глохнет и не прыгает На ней легко парковаться или маневрировать на небольшом пятачке О способности МПС к быстрой езде по шоссе Однозначно свидетельствует 260-сильный двигатель Чтобы оценить управляемость машины, мы приехали на картинговую трассу Много езжу на этой машине, знаю ее сильные стороны Прежде всего, это сложная задняя подвеска, которая подруливает в поворотах Но это в быстрых поворотах, мне тоже интересно посмотреть, насколько она адекватно себя ведет в медленных поворотах Насколько стабильное торможение и насколько рано можно уходить на газ Мотор очень тяговитый, я вот смотрю, что я включил вторую передачу и ее хватает везде Я могу очень рано уходить на газ и нет никакой турбоямы Удобно дозировать тягу Вообще машина по управляемости очень похожа на карту Вы слышите, я уже разогнался достаточно быстро И свиста резины нигде нету То есть машины не едут, в отличие от других переднеприводных машин, передними колесами наружу Тут еще заслуга механической блокировки, как на нормальных гоночных автомобилях Это не имитация электронной блокировки, а нормальная гоночно-механическая блокировка Поэтому еще можно достаточно рано уходить на газ Машина, мотор не льет, а машина разгоняется Вот уже и вторая передача выкручивается в отсечку Я привык к автомобилю и могу ехать достаточно быстро В принципе я еду в той же гоночной траектории, что и гоночный карт В общем-то для переднеприводного автомобиля все очень и очень здорово Надо просто в некоторых местах не забывать притормаживать Конечно, траектория от картинговых несколько отличается Но все равно спортивная машина едет примерно одной дорогой здесь Хороший турбомотор Я, во всяком случае, здесь в пределах второй передачи не чувствую турбоямы Мощности хватает с избытком Я думаю, что 260 сил – это предельная мощность, которую можно реализовать на переднеприводной машине В руках профессионала Mazda 3 MPS становится настоящим спорткаром Но и обычному водителю не будет сложно управлять ей Японские инженеры сделали машину, сочетающую спортивные амбиции и почти повседневный комфорт Тому, кто купит за 1 миллион 200 тысяч рублей Mazda 3 MPS Придется смириться лишь с жесткой подвеской и расходом бензина в 13-15 литров на 100 километров городской езды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok